урок так все подтвердили да должно всплыть окошко хорошо теперь кто у нас опоздал может попробуйте вот этот пример решить вы можете мне диктовать я буду писать здесь давайте по порядку 14 плюс 16 это 30 3 плюс 2 это 5 30 деленное на 5 это 6 хорошо окей так ладно то всем понятно кто не хочет еще пример решить кому этот пример скажем здесь что-то непонятно я все понятно все понятно окей хорошо примеры советую окей вот такие примеры здесь нужно сократить дроби сократить дроби сейчас с вами стараемся это сделать так 46 как можно сократить они оба делятся на 2 оба делятся на 2 значит мы можем их разделить на 24 делить на 2 будет 2 и все правильно так давайте мы пойдем по списку щас давайте открою кто у нас и пусть он решает пример вслух азиза здесь зизы нету да по моему отобег отобег вы уже решали 15 и 20 как можно сократить 15 и 20 15 и 20 на 5 делим 3 и 4 очень хорошо так следующий у нас абдаджапаров нурс 100 и 250 10 25 2 и 5 10 25 и потом правильно 2 и 5 окей очень хорошо следующий морки я не знаю насколько это сократить давайте подумаем 45 45 и 90 90 90 45 до 45 до 1 1 20 до 20 окей очень хорошо так сейчас эльдана эльдана здесь интересно пишут эльдана две трети окей так две трети восемь на 11 давайте 33 на 11 поделим это 3 будет делить на 11 8 8 все правильно на 3 восьмых хорошо так дилды 100 роли его так так делим на 15 75 делим на 15 будет 5 и 96 будет очень хорошо так зулайка простите как правильно зулай 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 к или зулай к на последний слог так 15 12 еще на 3 5 четвертых 5 четвертых окей подождите еще раз так на 10 15 12 и на 3 потом 5 5 четвертых окей все хорошо так курман джан так получается делим на 7 на 7 и 2 2 2 деленное на 3 хорошо 2 деленное на 3 в принципе да вы можете здесь нули сразу убрать и у нас это 2 деленное на 3 да очень хорошо так динчка или как правильно есть такие у нас динька вот такой вот в телеграме так ладно видимо нет а и гизбаева да сейчас на 11 можно поделить я думаю будет 30 на 45 больше дальше можем на 5 6 на 9 и еще на 3 можно будет 2 3 хорошо так ну-ка еще секунды давайте по порядку в начале на что вы поделили на 11 на 11 это у нас будет 30 до 30 45 и потом поделила 6 9 и 2 3 и и и и и и и и так следующий у нас денис денис или слышно надо немного устал не совсем понял сути задачи можно еще раз нам нужно сократить сократить эти дроби чтобы они стали легче давайте мне пропустим суть приду хорошо ну давайте попробуем вот эту пробуем сделать эту скажем сократим вот у нас есть 25 легко делится оба числа на 25 первое число насколько будет 50 а второе число кто скажет 65 и теперь но на 25 делится дежнее хорошо и дальше можем это еще больше сократить уже опять поделим на 5 10 и 13 13 хорошо низами здесь низами окей когда бендер который из которые 88 5 пример да и ради вот это сделаем понял то есть внутри получается 121 11 делится это получается наверху 1 здесь мы можем сократить например давайте вот этот я решу здесь в принципе тоже легко мы здесь деле можем сократить вот так 2 и 4 делится до 2 кому надо один из них и двойка тройка и девятка тоже у нас здесь один здесь у нас там 11 здесь один а там 11 то есть шестьдесят шесть получается да делить на на 3 это была проверка так окей да конечно здесь мы просто умножаем здесь будет шестьдесят один шестьдесят шесть на 1 и того будет шестьдесят шесть так окей кто у нас следующий смотрим смотрим зарина делаем окей тогда можем по той же логике шесть на три то есть 36 поделим на 3 у нас сверху 1 снизу 2 так и снова на 3 сверху у нас 3 снизу 5 так 17 51 и не знаю даже на что это можно делить какое число на 17 но они уже на 17 на 17 еще раз на 17 на 17 51 делим на 17 а вот 3 выходит да окей тогда сверху 1 снизу 3 да да все правильно все правильно окей так получается у нас сверху 3 снизу а 10 на 3 30 и получается основа делим на 3 одна десятка да все правильно очень хорошо так пока проблем нету да так Тимур Абалбеков нам получается 5 вторых вы сразу ответ говорите нет ну вот получается 15 на 3 делим 5 там 3 где шестерка где шестерка там 9 13 да они не обязательно должны быть давайте еще раз с вами посмотрим они не обязательно должны быть прямо друг под другом вы можете сокращать один оттуда один отсюда например вот здесь у нас есть шестерка и здесь есть 6 и 3 6 и 9 нет давайте мы 6 и сразу 6 уберем можно так убрать 6 и 6 угу тогда 26 и 13 получается давайте 26 одна вторая 17 одна вторая и там получается 3 первых 15 и 5 первых у нас здесь остается девятка еще да что-то очень грязно 9 тогда с тройкой 1 3 там двойка да давайте чуть-чуть исправлю 13 мы сократили на четвертый получается 1 что говорите на четвертый же вроде как на четвертый да давайте сейчас посмотрим 3 на здесь 3 9 умножить на 2 да да 1 16 1 еще раз 1 6 1 6 1 6 6 ok так хорошо давайте посмотрим может что-нибудь посложнее возьмем здесь в принципе понятно да проблем здесь нету нету так давайте с вами порешаем чуть посложнее окей окей с дробями проблем нету например например ну вот здесь понятно да один один знаменатель мы его не прибавляем он принципе остается у нас здесь один мы прибавляем 5 плюс 1 это будет 66 то же самое здесь мы конечно их не прибавляем у нас остается потому что на него делим по сути до 12 плюс 7 у нас 19 окей это у нас легко давайте попробуем что-нибудь скажем что такое пять целых одна третье плюс 3 целых одна третье а джар то у нас есть а джар с кому вот этот пример непонятен у кого есть вопросы понятно какой порядок умножения чтобы превратить вот эту целую в неправильную дробь вот в этом примере 5 целых 8 целых 2 этих как неправильно сейчас вы имеете ввиду как это выражение стало ответом нет понятно но как ответ сделать неправильной дроби ну то есть пятерку перевести в дробь а потом опять же все приплюсовать и вывести целым правильно да 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 вы хотите ну смотрите что мы можем делать здесь 8 8 3 8 целых и две трети значит одна целая у нас будет три третьих мы 3 можем умножить на 8 трижды 8 24 есть у нас еще 2 26 на 3 хорошо спасибо да все не за что так еще вопросы есть так ладно смотрите еще раз да еще одно решим да давайте вот следующее у нас вот 2,1 четвертая и 7,3 четвертых когда у нас здесь знаменательные знаменатели одинаковые в принципе проблем нету мы можем эти два числа прибавить и вот эти два числа прибавить это у нас будет скажем это у нас будет 9 да 2 плюс 7 4 и 4 четвертых 4 четвертых это 1 поэтому в целом у нас будет 10 это понятно вот эта часть да да понятно окей например здесь давайте попробуйте решить вот кто спросил 3,5,7,5,8,7 и 8 седьмых да 8 седьмых но 8 у нас больше чем семерка поэтому мы можем ее разделить и сделать одним целым да получается превратим это у нас будет 6 целых и 1,7 с этим проблемы есть вот с тем как мы с тем что мы сделали 5 превращается в 6 получается да да потому что у нас вот 8 мы можем берем оттуда в 1 да можно вас спросить так как получается я не совсем понял 8 седьмых получается единица просто вытаскиваете вперед добавляете из 8 получается 6 да получается 8 седьмых у нас равно 7 седьмых плюс 1 седьмая и мы вот эту просто записываем записываем как 1 получается 1 целая 1 седьмая и у нас здесь еще есть пятерка к этой пятерке мы ее прибавляем и у нас выходит ответ 6 целых 1 седьмая окей так ладно давайте кто спросил вот это попробуйте вот эту решить кто спрашивал последний вопрос не знаю никто не спрашивал вроде окей ладно тогда у нас следующий александр 7 а понял 7,6 окей в принципе easy да easy easy если разные внизу будут так вот хороший вопрос давайте вот придем сюда 6 у нас здесь у нас здесь 6 и 6,9 да так александр вы только что решили да примерно окей ладно давайте еще быстренько вам объясню сейчас проверим чат все понятно может на степень перейдем так сейчас быстренько еще здесь посидим чистим можете еще раз про шестой пример сказать да хорошо сейчас мы чуть-чуть приблизить так лучше окей получается 1,6 умножаем на 3 получается правильно же и единицу и шестерку умножаем на 3 и 1,9 умножаем на 2 то есть 1 умножаем на 2 и 9 умножаем на 2 правильно же сейчас расскажу давайте разберем его детально скажем просто переведем его обратно 6 умножить на 2 это будет 12 12 умножить 12 плюс 1 то у нас это число это 13 шестых правильно это выражение опс вот так здесь у нас плюс 9 умножить на 3 это у нас будет 18 9 на 3 27 27 плюс 1 28 28 9 28 9 теперь мы можем вообще по идее как это работает мы должны у них найти общий знаменатель правильно уже сказали мы можем общий знаменатель у них найти и это будет 18 теперь чтобы шестерку сделать 18 мы ее умножаем на 3 получается обе стороны верхнюю и нижнюю умножаем на 3 9 чтобы сделать 18 мы должны умножить на на 2 на 2 и верхнюю часть мы можем умножить на 2 так посчитаем будет 39 18 плюс у нас 56 18 здесь у нас уже они стали одинаковыми поэтому мы сюда просто пишем 18 и складываем 39 плюс 56 это будет 95 95 95 хорошо так окей и можем посчитать сколько это будет целых и сколько 18 можем ли мы еще на что-нибудь сократить ее можем мы ее как-нибудь упростить на 3 поделить каждую 95 и 18 правильно же то есть 95 на 3 без остатка не поделится не получится поэтому мы можем просто посмотреть сколько у нас никак не получится поделить не получится только мы можем посмотреть сколько будет целых и сколько десятых 95 на 18 сколько целых так 5 целых так 3 плюс 2 5 сверху и потом снизу 9 5 18 5 целых 5 18 это правильно делать ага окей хорошо так ладно ладно еще вопросы есть насчет этой темы по-моему теперь ее укрепим так нет теперь понятно у нас следующий был по-моему еб не знаю кто это я слушаю Эльдар Эльдар извините как-нибудь я запомнил конечно 5 месяцев впереди давайте попробуем этот пример решить что мы вообще здесь будем делать второе выражение можно на 2 умножить чтобы к общей знаменатии привести 14 на 2 28 там вверху 10 там вверху 10 можно учитание сделать здесь будет 1 1 1 28 очень хорошо так ислам 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 окей а.т. осель тимур осель тимур вы с нами а.т. 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 кто окей тогда ай ай кум ай 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 правильно 72 общей знаменатии 36 умножаем на 2 и 8 умножаем на 9 так здесь у нас 2 здесь 9 так у нас будет 25 правильно окей так следующий у нас дебек дебек с нами да какой пример давайте попробуем попробуем в принципе здесь получается минус 8 это у нас будет скажем 2 да и 1 одна целая минус 1 третья минус 2 третьих получается мы от меньшего умножаем больше поэтому поэтому заимствуем однерку отсюда получается у нас выражение становится таким 9 целых 9 целых 4 третьих минус 8 целых 2 третьих это это понятно это понятно будет 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 либо отрицательное число но мы можем здесь заимствовать да потому потому что потому что мы можем выразить 10 целых 1 третью как 9 целых и 4 третьих до сюда понятно вот это вот это выражение понятно да да понятно так 9 целых 4 третьих оно равно но по сути 10 целых 1 треть теперь уже от этого числа отнимаем 8 целых 2 третьих 9 минус 8 у нас будет 1 и 4 минус 2 будет 2 3 окей так можно да конечно вот 95 2 там решили сколько 61 деленное на 72 ну я сначала подумал как в первом мы только восьмерку доводим до 36 например 4 умножить на 8 и 4 умножить на 5 у нас получится простой ответ так можно было? да но 8 умножить на 4 сколько будет? все 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 понимаю я тоже вначале хотел на 4 сделать все нормально хе-хе-хе так окей так есть еще вопросы по этой теме не стесняйтесь говорите потому что смотрите а те кто уже знают эти темы ну чуть-чуть потерпите дальше будут темы только сложнее это у нас первый урок такой тех у кого скажем база слабее или скажем кто уже подзабыл мы специально для них делаем этот урок чтобы подтянуть да поэтому у кого есть вопросы как будто я что-то слышал но потом а вот на вопрос 10 получается если мы ну 1 3 минус 2 3 в любом случае получим ну отрицательное число получается же верно если домножить то у нас будет отрицательный ответ а если в конце умножить на минус 1 нельзя так делать не то что просто получить положительный ответ вы про какой про 10 пример нет я про 6 который проходили вроде как да 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 чуть наверх который 10 1 3 минус 8 2 3 вы тогда объясняли это предыдущий пример там в конце же если дальше пойти 1 да да если 1 3 минус 2 3 если домножить целое число у нас же все равно в конце будет отрицательное число анангит множе на минус 1 ну нельзя так будет сделать и между там нужно и минус 1 что получилось положительное число или или только так да то как вы я не или десять там у нас там изначально положительное число есть положительное отрицательного не выходит давайте еще раз решим что ли его например помнит мы говорили 10 и 1 3 как можно еще выразить по-другому как можно сказать 9 4 3 9 целых 4 3 и у нас пример получается в принципе вот такой мы от большего отнимаем меньше и у нас выходит положительность может я вопрос не понял ваш возможно просто когда мы 1 3 минус 2 3 получается все равно отрицательное число верно и соответственно если мы отрицательное дробь умножаем на положительное число у нас ответ получается отрицательный я имел ввиду нельзя было домножить на минус 1 чтобы в конце все равно получить положительное число или только так как мы решаем сейчас надо так и делать я чуть-чуть не могу но в принципе тут же умножения нет да это ты про деление думаешь это просто отрицание мне кажется человек имел ввиду то что будет 2 целых минус одна третья типа можно ли это превратить вот в то что мы решили я имел ввиду домножить на минус 1 чтобы в конечном счете получить положительное число мне кажется это усложнение например что мы можем сделать мы можем по моему там отрицательное выйти мы можем 10 и 8 целых взять да и 10 и 8 их отнять прибавим к этому вот это 1 3 минус 2 третьих тут у нас получится минус 1 третья и потом потом мы ее отнимем уже здесь у нас будет 2 минус 1 третья и то будет тот же самый ответ на целые 2 треть так еще вопросы есть пока нет все понятно в общем понятно если у нас если у нас знаменатели не похожи мы их находим общий множитель либо мы можем их сократить либо поделить обе части либо умножить домножить чтобы было легче считать понятно сейчас давайте вот этот посчитаем пожалуйста в этом же решении там где делитель становится больше то есть где минут 10 например как лучше считаться так хорошо давайте хорошо может лучше седьмой там явно отрицательный будет окей ну смотрите в отрицательном что мы будем делать мы нам самое главное его возвести чтобы был одинаковый множить делитель не был да чтобы у них была база одинаковая здесь нижнее число если у нас число здесь одинаковое то какие бы числа здесь не были здесь может быть скажем у нас здесь мы их умножили у нас мы нашли скажем 30 да здесь умножили на 3 здесь умножили на 2 у нас здесь 30 даже если у нас здесь больше число получится скажем у нас 100 я условно пишу 100 минус 70 то у нас будет минус 30 30 скажем давайте пример попроще возьмем скажем 2 вторых или давайте две третьих минус восемь девятых попробуем возвести нам только эту часть нужно возвести умножаем ее на 3 и будет 3 плохой пример получается у нас 0 неправильно окей давайте сейчас давайте решим один из этих например давайте 7 кто хочет решить 7 пример побор попробовать на конечно так вот 36 и 24 разу 67 сделать а потом уже 67 у нас здесь умножаем на 2 здесь у нас будет умножаем на 3 до 24 на 3 сколько будет 72 72 плюс эти 7 до 79 79 то получается у нас выходит 67 минус 79 все это делим на 72 72 так какой ответ с чем откуда появилась вот 36 откуда появилась 36 мы из вот этого решили сделать дробную часть просто получается 36 вот здесь 11 это 36 36 36 36 плюс 31 30 то же самое то что эта часть на 2 на 2 на 2 на 2 на 2 и того будет 2 умножить на 67 ступой 4 ступой 4 ступой 4 ступой 4 так и 7 ступой 4 7 9 умножить на 3 все верно 9 умножить на 3 ступицы сколько будет 237 237 и и ответ у нас там мы заводили сильно у нас 3 деленный на 72 нет ответ минус это неправильно откроем калькулятор по 3 получается минус там не давайте посмотрим я просто слышу я как-то вам умножаем давайте посмотрим эту часть за умножить на 67 будет будет 134 да это же проблем это окей теперь 79 умножить на 3 237 и здесь у нас просто это из-за того что так написано а там получил 100 или 200 до это 100 я извиняюсь вы можете заметить то что у меня сегодня новые новый планшет и он очень огромный 237 134 минус 237 это у нас будет минус 103 значит у нас здесь будет такое отрицательное число в конце или мы можем сказать минус 1 целая окей еще есть вопросы можем решить еще если хотите что-нибудь отсюда давайте давайте дроби не кажется такими легкими ну как вы видите пока будете решать тоже очень главное очень важно внимание да пропустите и все и ушло все туда коту под хвост так так что мы делаем какое действие выполняем первым скобках 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 у нас кто сделает скобках кто-нибудь а ну можно попробовать получается 512 и 919 36 тут умножаем на 3 первых степен это 512 вот и 2 оставляем без изменений вот получается 8 вы переводите как ну целый по мысси и давайте переведем до чтобы было понятнее переведем давайте 12 на 8 сколько у нас будет 86 96 96 и плюс 5 это у нас будет 101 да 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 здесь 36 умножить на 5 80 180 180 180 90 90 90 так 101 минус 199 и все это на сколько делим знаменателем 36 36 36 36 да и того получается у нас нет мы же должны еще правильно там на 3 надо умножить да первая половина же правильно молодцы умножаем на 301 303 303 303 303 получается 304 64 или 104 или 200 404 100 104 окей хорошо так 104 на 36 делится с остатком 2 целых лучше 104 и 36 поделить на 6 там будет быстрее будет у них же сразу видно 4 делить на 6 это у нас они нифига 104 8 9 до для целых 8 8 8 давайте мы здесь сюда это напишем чтобы не запутаться так следующее что мы делаем здесь вообще указывается а нужно было ставить форме 104 деленное на 30 просто оставить и потом просто на 45 может 45 на деленное на 10 еще оставим здесь мы можем это здесь вот она у нас 104 сократите пожалуйста там 52 на эти сократим как сокращаем что у нас будет там на 4 на 4 сократить или как 26 на 9 можем 52 получается и от 6 9 13 все два тринадцатых 52 восемнадцатых можно еще дальше сократить поэтому говорили те кто на 4 были правы это будет это правильно 26 на 3 не делится 26 на 3 не делится 26 окей окей ладно хорошо молодцы теперь что у тебя нормально теперь у нас здесь давайте лишнее сотрем до этого момента всем понятно окей так кто хочет умножить 45 деленное на 10 так 4 целых и 5 десятых что это такое вообще 4 целых 5 десятых вот смотрите у нас 4 целых и 5 десятых если мы их мы можем ее выразить так же как 45 деленное на 10 и тут мы ехать умножить на 26 9 смотрите смотрите ага у кого-нибудь что не хочет сократить 45 на 9 и 26 на 45 на 9 и 26 на а нет на 2 можно смотри на все правильно 45 и 9 все правильно 45 и 9 1 и 5 здесь а там на 2 да на 2 так 5 снизу сверху 13 да 13 окей хорошо давайте теперь умножим у нас 5 умножить на 13 это робота это робота 5 5 окращается 5 и 5 это робота 13 да 13 просто у нас будет 13 хорошо окей так смотрим здесь у нас будет ой 13 окей здесь получается у нас будет 13 очень хорошо следующее что мы делаем деление как мы можем это можно у вас просить это же мин минус это относится к это же число получается минус 5 целых 22 2 2 3 то есть если мы сейчас будем делить то это будет отрицательное число же верно да да но например смотри мы можем что сделать мы можем вот так вот сделать якобы скобку здесь посчитать и потом поставить минус что положительное число было да 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 в принципе как бы будет то же самое поэтому да мы можем числа вот так вот сделать а минус оставить и потом уже с ним разобраться так давайте выразим эти этот пример по другому как мы можем записать 5 целых и 2 третьих семнадцать третьих сперва делить на умноженный на 100 деленное на 80 85 деленное на 100 85 сотых так знаете есть такое в математике такая вещь как мы здесь можем сократить можем как-нибудь сократить на правильно нет там же не сокращается мне 85 и 100 вот она 5 20 хорошо это у нас будет сколько 17 20 и тут второе дро переворачивается правильно же да получается так давайте я заново запишу здесь все правильно говорите давайте я этот момент еще раз объясню с переворачиванием дроби смотрите вот у нас здесь есть семнадцать третьих мы делим на 8 сотых или опять же сколько у нас получилось семнадцать двадцать двадцатых получается мы делим на семнадцать двадцатых когда у нас идет деление она переворачивается также можете посмотреть это виде такого скажем семнадцать третьих делить на семнадцать это тоже деление знак деления это дробь мы можем сделать вот так вот эти у нас соединяется ну или в целом просто мы их переворачиваем у нас семнадцать третьих умножить на двадцать семнадцатых правильно так что мы делаем дальше семнадцать семнадцать учеркиваются двадцать третьих остается тридцать 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 правильно Кому непонятно то, что мы сейчас сделаем 39 третьих? Если вы 13 представили как 13 деленное на 1, потом умножили на 3 и верхнюю и нижнюю часть, правильно же, что представит 39 на 3? Да. Смотрите, как мы сделали. 13 равно 13 умножить на 3 и делить на 3. Получается, 13 умножить на 3, это будет 39, и опять делим на 3. Получается, умножили и поделили на то же число. И просто он у нас выглядит так. Это понятно? Да, понятно. Окей. 39 минус 29. 19 третьих. 19 третьих. Это у нас ответ. Так, есть вопросы по этому примеру? Еще раз. 13 целых. Извините. 13 дробь 1 получается, да? И умножаем на 3? Так, сейчас. У нас получился такой пример. 13 целых минус 20 третьих. 13 целых, чтобы мы его делим на 3, чтобы знаменатель был одинаковый. Но мы его также умножаем, чтобы число, в принципе, не менялось. Вот мы умножили на 13 и разделили на 13. Итого у нас оно выглядит, как 39 третьих. Вопрос. Получается, если мы хотим возвести, привести к, скажем так, похожему, допустим, нам нужно 13, отнять от него 17, там, 14. Мы 13 умножим и разделим на 14, да? Правильно. Правильно понял. 12 минус 17 в 14-х. Что мы делаем? Мы 13 умножаем на 14 и в виде дроби делим его на 14. И, получается, отнимаем 17 в 14-х. Все правильно. Логика такая. Теперь понятно. Понятно. Спасибо. Теперь понятно, да. Все. Хорошо. Так. Вопрос. Вот итог. 19 на 13. Мы можем это выразить так же, как 6 целых и 1 третьих? Или это неправильно будет? Абсолютно правильно. Вот так вот выразить. Очень хорошо. Да? Можем выразить так. Давайте посмотрим, что нам еще там оставил лектор. Как вы вообще чувствуете себя? Нормально? Да, нормально. Отлично. Можно вас спросить, а обязательно, если, допустим, не в дроби, вот как пишем 4,5, если так же, ну, можно будет там 6,3 десяток и писать. Но не обязательно допустим в дроби. Да, конечно. Как мы, как отрешали, да. Слушайте, вы ничего не будете решать от руки. Ничего не будете решать. Что мы сейчас хотим сделать? Мы хотим научиться именно запомнить вот эти правила. То, что ага, можно использовать оказывается такие примеры. Оказывается, логика так работает, чтобы там не все считать, а именно можно было посчитать быстрее. сейчас у нас как бы задача такая, именно вот эту логику логику повторить. А тогда, конечно, все это можно считать так, не переводя через калькулятор. Окей. У кого-нибудь есть вопросы? Не стесняйтесь, пожалуйста. Мы рассматривали там большой пример выше. Кажется, я нашла короткое решение. Так, хорошо. интересно, мы можем продолжить на степени. Степени. Давайте сейчас. В принципе, у нас не остается времени, да, на степени. Давайте мы с вами чуть-чуть задержимся, да, и все-таки начнем над степенями работать. Что-то мы увлеклись. Так. Ладно. Степени. Опять же, у нас здесь есть... Сейчас, секундочку. Пожалуйста, можете себе на экран открыть вот эту часть. у вас она есть? Видите оба моих экрана? Да, видно. Да, видно. Ну, в смысле, обе вкладки. Так. Окей. Здесь что мы будем делать здесь? И, имеете в виду, в первом примере, или что? Да, да, в первом примере. Но 2 во второй степени, 3 во второй степени. И 3 во второй степени. Это у нас будет 4. 9. 4. 9. Окей. Так, здесь вы переводите в обычную дробь. Да. 5. Мы ее просто возведем обратно в неправильную дробь. У нас будет 5. вторых. И так уже решим. Да. Так. 25 четвертых. 25 четвертых. Правильно. Это понятно, да? Да. Окей. Итак, вот этот пример давайте решим. Также в обычную дробь. Да, переведем в обычную дробь. Будет 5. 5. 5. 4. На 3. Понятно, верхняя часть, нижняя часть будет у нас умножена, а, возведена в третью степень. Окей? 125 и 4 на 4, 6, 16, 34, 64. 125 делено на 64, да. Окей, спасибо. Да. Кто помнит, когда объясняли про такие числа, как мы его решали? Ну, минус 1 умножен на минус 1, да. Окей. Давайте проверим. Если число получается в четной, то оно будет всегда положительным. Если же оно будет нечетной, допустим, в третьей степени, то оно будет отрицательной, то есть минус 1. Нет, скобочка убирает. Это надо на скобки смотреть. Абсолютно верно. Минус 1 умножить на минус 1, это же 1, а потом умножаешь еще на минус 1, получается минус 1. я имею в виду, что все равно отрицательное число получится. Из-за того, что в скобочке положительное будет. если в степень она будет нечетное число и нечетное. Да, там же сравнение, если четное число, то она будет положительной, если нечетная, то отрицательная. Там имеется, я просто привел пример. Так, давайте, давайте, здесь не написано, но давайте я вам напомню. кто помнит, на лекции объясняли. Здесь, да, мы умножаем минус 1, в целом, вот это у нас минус 1 умножить на минус 1, мы делаем, можем даже записать вот так вот. здесь, Минус 1, в скобке, мы умножаем на минус 1, в скобке. Итого, это у нас получится плюс 1. Здесь, как мы делаем? Минус отдельно, да? Это минус 1. Здесь просто, да, минус 1. Мы можем сказать минус 1 умножить на 1 в квадрате, и того у нас будет минус 1. Это свойство понятно? Почему так? Да. Здесь мы минус как бы не ведем, не берем в квадрат. Он должен быть в скобках для этого. Вопрос остался актуальным. Есть ли наши в скобках будет в кубе? Тогда у нас что будет? Если здесь минус минус 1. Да? Если здесь минус 1, то будет, да. Нечетное число минус 1. Минус 1. Все правильно. Да. А если здесь у нас будет в кубе, останется также минус 1. Да, всегда осталось плодить. окей. окей. Вот 535. Вот там и в скобках и за скобками стоит. Как здесь быть? Так, давайте просто сделаем по порядку. Минус 1. Минус 1. Минус 1. Минус 1. Получается, это у нас получилось 1, да? если это равно одному, то здесь у нас будет просто минус 1. Все правильно. Это понятно? Это 35, коллаб 533 и 34. Что говорите? Да, это коллаб. Да, коллаб. Да. Так, окей, окей. Ну, давайте попробуем что-нибудь такое решить. Можно вас спросить, 537. Минус 1. Это относится получается и к тройке, и к четверке, правильно? То есть, минус 3 и минус 4. То есть, если они же, ну, минус общий же получается, верно? Нет, а минус идет только к верхнему. А, минус идет к верхнему? Угу. Да. Это как, это как получается? минус 3 делим на 4. Я имел в виду, смотрите, нет, я имел в виду, смотрите, если минус, то минус 3 и минус 4 или как? И потом возводишь все это во второй степени? Давайте посмотрим. Если будет минус 3 и минус 4, это будет плюс. Да. Поэтому это только минус. Минус у нас остается только у одного. Обычно минус мы пишем верхней части. Получается, это у нас минус 3 деленное на 4. так, какое у нас свойство здесь? У нас минус 3, в скобках. Что-то не совсем 9-16. 9-16. Да? 9-16, 9-16, окей. И у нас здесь 4. Окей. Так, дальше. Можно у вас еще вопрос, а почему, а почему минус относится только к В верхнему? Почему так? Почему не к 4 тоже? Ну, это Рым. Не, конечно. У нас здесь, вы видите, отрицательная степень. А в минус 1 степени это будет... Все вспомнила. Давайте решим с вами один такой пример. Сейчас. Секундочку. Сейчас. Сейчас. все. всем видно? Оба экрана видно? Алло? Да, видно. окей. Так, Давайте вот начнем с полегче. 0,1 минус 1. Минус 1 степень. Получается, вот как мы здесь видим, а, да? 0,1 это у нас а. что у нас получается? 1 10. 0,1 степени, да. Опять, если мы это перепишем, это будет 1,1 целая над 1,1. Получается, вот эту часть 1 мы можем записать как 1,1 а здесь одна десятая. Здесь у нас такое правило. У нас получается 10. Или давайте, вот это правило вам понятно? Здесь мы, смотрите, 10, потом у нас становится над однеркой. Да, понятно. И ответ становится 10. Давайте объясним еще другим способом. Что здесь у нас получается? У нас одна опять же, вот это 1 мы можем выразить как 1,1 мы делим на 1,1. Это выражение понятно? Да, понятно. Это понятно. Теперь, как мы это решаем? В школе вы проходили, мы меняем их местами, да? Верхногами делаем 1. Получается 1,1 умножить на 10,1. Ну, в общем, получается у нас 10. есть вопросы насчет этого? Можно 43 решить? Давайте решим 43 Давайте сейчас. Можно спросить, вот на интервью такие задачи же не дают, да? Нет, на интервью таких задач не будет, но будет алгоритм, алгоритм, это вы будете проходить, там задачи по программированию. Имеется имеется в виду какие-то проекты создавать или как? Нет, вам, например, дадут какое-нибудь задание по программированию, небольшое, скажем, на минут 20, которое за минут 20 вы должны решить, и вы его будете решать. И как раз там в алгоритмике математика очень близка к алгоритмике, там логика, поэтому смотрите, даже если вы не будете, опять же, вы не будете это все считать сами, вот эти, этот материал вам нужен, вот эти правила вам нужны, чтобы понять следующий материал, чтобы там посмотреть, чтобы уже, когда мы будем проходить следующие темы, где будем объяснять, как работает именно искусственный интеллект, как работают нейроны, что-то из этого нам понадобится, чтобы там это доказать, сократить, но никто не будет спрашивать у вас, по крайней мере, эти темы. Так, давайте попробуем это решить. Что вам нужно? То есть, единица, делишь ты. Да, 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 вот так будет, конечно, легче. Можем вот так вот решить, и уже здесь мы будем, да? Вот теперь понятно, да, здесь мы будем решать, по какой схеме? По этой, да. Тертая форма. Окей, давайте попробуем, здесь у нас давайте это пока оставим. Один сверху, да? Минус 4. 4 делено на 9, да? как мы это могли ставить? Вот это, давайте подумаем. 0,6, мою 66 соток. минус 2. Это тоже. Не за чем? Давайте сразу. Да? 4. Угу. 9. 9. Здесь у нас 1. Ну, можем просто у нас будет 9 четвертых. или нет? Не, подождите, смотрите, вы же говорили тогда, смотрите, вы же говорили, что минус относится к верхней части, помните? Да. Здесь получается минус 4, минус 4 делено на 9. Получается, отрицательный дров верно же будет, или как? Давайте, давайте. Ну-ка, мы берем минус 2, да? Давайте все-таки по порядку сделаем. Да. 1, 1. Так, давайте здесь мы еще раз посмотрим, как же у нас было, что же мы делали с минус 1, да? Минус 2 в квадрате, это у нас что будет? Минус 2 умножить на минус 2? 4. 4. Положительное число, да. Положительное число. Положительное число. 1, 1, здесь 4, здесь у нас тоже половительное 9, Ну и опять же, выходит, мы меняем вот эти местами, это то же самое, то что 1 умножить на 9 четвертых. В принципе, у нас просто 9 четвертых выходит. 9,25 иначе, да? Все правильно. Да, да. так сказать. Ну, как вы поняли, очень важно быть вне... Ой, ладно, есть вопросы насчет этого? Насчет этого вопроса? Нет. Смотрите, будьте внимательны. Стойте, 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 вопрос есть. Вот смотрите, вот как вы сделали, когда изначально переводили минус 2 третий в квадрат. Имеется в виду, по какой логике? Мы же сделали числителем единицу, а потом просто скинули двойку вниз, как степень или как. То есть, самое первое действие, которое мы сделали. Самое первое действие. Давайте посмотрим сейчас. здесь у нас вот такое правило. Значит, мы можем это выражение выразить минус 2 третих. Вот это правило видите? Мы здесь, здесь то, что в скобках здесь у нас минус 2 третих, это у нас а вместе со скобками. здесь то, что у нас m, мы можем сделать его двойкой. И теперь уже вот это все взять минус 1. Это правило относится только к минус 1. Если у вас такой пример, его нужно решить так, по вот этой схеме. Вот это понятно? получается у нас здесь у нас 2 мы сделали, а здесь минус 1. И в итоге у нас минус 1 умножить на 2 будет минус 2. А то, что у нас а, это у нас то же самое, то, что в скобках. По сути, у нас выходит то же самое, то же самое, то же самое пример. А зачем мы это сделали? Зачем мы это сделали? Чтобы мы вот так вот решили. А если степень разве не минус 2 на двойку на верхней идет? Это относится именно к однерке. Здесь видите, однерка правили. Если бы здесь было, правило было бы другое, например. Да? Теперь понятно, да. Тогда было бы правильно. Окей. Есть еще вопрос насчет этого? Тогда получается, если там у нас будет в степени любое число, то мы просто будем переводить его вниз как степень в скобках, Да, да, смотрите, вы можете в принципе пользоваться всеми из этих правил. Ну, типа, как мы здесь получается двумя правилами воспользовались, точно так же можете пользоваться. Окей. Понятно, спасибо. Хорошо. Так, ладно, смотрите, на лекциях слушайте внимательно, я буду вас подлавливать. окей, давайте, как вы, устали, нет? Нет. Есть желание еще что-нибудь решить? Нету желания уже. Нету желания. Окей. Просто общий принцип мы поняли, вроде как, понятно, уже остальные уже будет понятно, уже там же вопрос тоже. Хорошо. Давайте еще раз, у кого-нибудь вопрос есть? Нет, мне кажется, мы с домашним заданием еще больше вспоминаем. Окей, хорошо, отлично. Окей. Смотрите, здесь, здесь есть вот семинар, но это, это учебник, тут много примеров, если захотите, можете отсюда посмотреть, отсюда посмотреть, порешать. А домашнее задание, здесь у нас есть некоторые примеры, которые тоже можете решить. А как мы будем проверять правильно или неправильно? Ответы есть там? Здесь есть ответы. Да, вроде говорили, что в самом конце есть ответы. Вот здесь есть ответы. в семинаре тоже есть ответы в самом конце. Видим, блин, затягивает 37. А? Мин, блин, я хочу доходить обратно прочитать про. Не хочу. Это на своем. Кто-то забыл этот выключить свой микрофон. Извиняюсь. Извините, пожалуйста. Я без проблем. Так, окей. Так, потом, что еще есть? Да, здесь вы можете порешать. Здесь в конце тем, которые мы будем завтра проходить, есть примеры, которые вы можете попробовать решить. В принципе, с этой книжки семинар один тоже можете решить. Из домашнего задания, но здесь, в домашнем задании, здесь просто примеры. Те же самые. Вам лучше с книжки решить, потому что ответов нет. До тестов дойдет. Когда дойдет, вам расскажем. Мы же модуль один еще не прошли полностью? мы уже прошли. Нет, еще не прошли. Еще будет. Еще, наверное, на следующем уроке, думаю, закончим. Ну, просто, например, сейчас нам дозавишь, куда делать? Там, пример порешать, до какого, плюс-минус, мы сейчас можем порешать. Да, семинар. Посмотрите сами здесь урок. И здесь то, что сегодня объяснял лектор. Хорошо? Потренируйтесь, потренируйтесь, проверьте себя, потому что очень много у нас учеников путает. Очень много допускает такие легкие ошибки. поэтому внимательность тоже нужный элемент. Хорошо? Угу. Окей, в принципе, вот, основных тождеств. Угу. Дальше можем вот это уже можете, если захотите это посмотреть сами, тоже, конечно, посмотрите. Так, ладно, все, еще раз, вопрос есть? Угу. Так, окей. Пока нет. Все, хорошо. На лекциях, лекции желательно берите, записывайте то, что в лекциях вам объясняют. Окей? Будем здесь проверять. Окей. Ну, в принципе, все. Если кому-то есть что сказать. да, можно я спрошу? Те, кто хотят уходить, я как бы не задерживаю. Вот, формулы можете показать? Которые правила? Основные тождества напросят. Да. Вот, смотрите, в самом последнем примере, 543-м, почему мы не применили второе правило, а потом четвертое. То есть, это же была дробь, разве мы должны применить именно дробь в начале, а потом уже минус первую степень. Я имею в виду, вот, 543-й пример. Давайте попробуем и вот так тоже решить. Сейчас. Ну, не обязательно решать, я просто, почему мы не могли, почему мы не делали так? Мы, в принципе, могли бы. Это же дробь. Вот, получается, вот это минус первая, ой, минус вторая степень, она там основания разные. Где? Кажется, да? Нет, давайте попробуем. Давайте, у нас здесь получается. Там, видите, одинаково а и а, а у нас тут 2 и 3. У нас получается, как а и б. Вспоминатель должен быть одинаково. Речь идет о последнем торжестве. Вы про вот это говорите, да? Да? Вы про него говорите? про это. Окей? Попробуем, давайте. Просто так будет дольше. Смотрите, у нас один и тот же ответ будет, да? получается, что? Да? Сейчас давайте попробуем решить. Минус 2, минус вторая степень, как же мы будем это решать? Это нам нужно снова делать. Вертое правило, теперь? Да. Мне кажется, так просто очень сильно усложняется задача. Вот так вот и минус 1, это у нас будет, опять же, здесь 3, во второй степени, минус 1, да, будет немножко, давайте. у нас получится 1, 4, 1, 9, того у нас будет 9, 4, то же самое, да? В этом решении что-нибудь? Вопрос есть? Пока нет. Нет, вот мы решили так, как вы говорили, да, это тоже правильно. Смотрите, да, можем по-разному решить, да, вот мы решили, сначала мы обе части сделали одинаковую степень, да, у нас вот минус 2, минус 2, потом мы использовали первое тождество, не первое, простите, третье, записали его так, и потом уже четвертое, и у нас вышел такой результат. Окей, так, еще есть вопросы? Архан, вот по домашке можно уточнить? Так, мы что сейчас сделаем? Только читаем лекцию, проверяем, повторяем, и все, и примеры сами решаем, да, в титрахе? Да, Тесты мы не делаем, да, Никита? Нет, нет, тесты не надо пока, тесты будут после. Спасибо. Ну, на завтра занятия не будет, правильно? Завтра нет, будет у нас пятницу занятие. Пятница. Смотрите, давайте сейчас, вот, кто еще здесь остался, просмотрите следующее. Пятни субботи следующий. Да, сегодня, сегодня было, типа, самое легкое задание, занятие математики, да, дальше будет чуть-чуть, как сказать, не то, что сложно, но, оно сверху друг друга идет, поэтому вам нужно хорошенько понять темы, которые мы сегодня прошли, чтобы на следующих темах у вас вопросов не было. Но, в принципе, думаю, все должно быть хорошо. Хорошо? Итак, хорошо, спасибо вам. Смотрите, я же, я буду записывать, кто будет, кто будет, я буду делать такие ловушки на внимательность, кто будет, в конце у нас больше всех баллов соберет, кто будет самым внимательным, а мы в конце сделаем приз. Хорошо? Это такой материальный приз или плюс баллов? Так, а что там будет? Что? Айфон. Давай обучение с подкреплением. Я думал, что это вроде пиццы. Тому-то мы можем заказать одну большую пиццу. Кто у нас? А до России едет пицца? До России? Да, до Москвы. Оплату карты сделаем, оплату карты сделаем и вам отправим. Вы, главное, в группе отпишите, что вы получили. А можно это подчеркивать в ваших уроках? Да, конечно, да, конечно. Вот. Окей? мотивация просто обавляет. Все, ладно. Ладно, давайте вам удачи. Смотрите, внимательно, ладно, чтобы не запутаться, потому что, вот видите, правил, вот они, их много, и можно кашу наварить. Потихоньку, по одному, по частям делайте, не перепрыгивая. Хорошо? Хорошо. Спасибо. Ладно, до свидания. Спасибо большое. Спасибо большое. Всем до свидания. Доброй ночи. Иван. Спасибо.